Производители АУ. Знаете, товарищи, я был на нескольких конференциях у крупных отечественных производителей, и часто за круглыми столами возникал такой у них вопрос к нам, к сервисникам, к продавцам. Что требуется рынку, чтобы мы хотели ещё видеть на прилавках того, что ещё нет, и что было бы актуально. И вот сегодня я хочу осветить одну тему, которую мне подсказал мой коллега из Новосибирска Константин. А тема эта следующая – «Тамбурный замок на готовую дверь». Наверное, ни для кого не секрет, что в крупных, более-менее крупных городах, огромное количество панельных девятиэтажек. По две квартиры налево и направо. Ну, бывают разные, наверное, варианты. И, как правило, эти две квартиры отделены тамбурной дверью. Тамбурная дверь, она может быть установлена 40 лет назад, 50, 30 и так далее. Но, как правило, это готовая металлоконструкция, имеющая или не имеющая отделки, и на которой установлен какой-либо замок. И вот, возвращаясь к ассортименту ключных замочных магазинов, что, во-первых, там можем увидеть на этих тамбурных дверях? Огромное количество разновидностей речных замков со всеми плюсами и минусами, о которых я, кстати, готовил отдельный видеоматериал. Большое количество советских замков, которые перестали выпускаться и которые сегодня имеют китайские аналоги. Люди их меняют периодически, там, если раньше эти замки служили, там, бывало по 10 лет, по 8, теперь китайские аналоги могут служить там два или один год, в зависимости от того, как часто народ шастает туда-сюда. Допустим, человек озаботился вопросом замены этого замка. Вот что мы можем ему предложить на тамбур? Какие требования есть у пользователя общей тамбурной двери, в данном конкретном случае тамбурной двери девятиэтажки? Во-первых, он хочет, чтобы замок открывался изнутри от вертушки, потому что пользоваться ключом изнутри на общей тамбурной двери крайне неудобно. Ключ в замке оставлять нельзя, по понятным для всех причинам. А тыкать его изнутри, то есть сначала открыл ключом с оружием, потом изнутри забрал его с собой. Если кто-то позвонил, ты должен искать ключ от тамбура и бежать с ключом, это крайне неудобно. Поэтому замок должен бы иметь вертушку изнутри. Он должен иметь такую вертушку изнутри, которая не блокирует открывание ключом снаружи. Потому что в качестве соседа нам может попасться человек с не самыми трезвыми взглядами на жизнь, а может попасться не самая умная бабушка, которая не всегда может сообразить, как нужно оставить вертушку для того, чтобы сосед открыл ключом снаружи. А ведь очень часто люди, приходя менять тамбурный замок, жалуются на неправильный поворот вертушки изнутри, который не позволяет открыть ключом снаружи. И, увы, в большинстве случаев мы только такой замок и можем приладить. Опять же, с этим недостатком. Во-вторых, замок тамбурной двери должен иметь, желательно, небольшой ключ. Потому что как минимум два ключа от квартиры, может быть, еще там от машины у кого-то есть, может быть, еще от гаража. И еще одну байду таскать от тамбурной двери очень бы не хотелось. В-третьих, очень бы хотелось, чтобы сам замок и дубликаты к нему стоили каких-то адекватных денег. Общее – это значит, вкладываться в это не надо. Поэтому на тамбурном замке люди привыкли экономить. Исходя из озвученных проблем, что мы можем сегодня предложить на тамбур? Вот, допустим, человек захотел заменить. Ну, понятно, что менять будем с переделками. Речные замки изменить не на что. Вот эти вот маленькие советские замочки, сегодня есть аналоги у китайских поставщиков, которые производство расположено в Китае, но они поставляют в нашу страну эти модели. Советские-то замки изначально не были рассчитаны на тамбур. Да, сегодня китайские аналоги этих замков выполнены из алюминия. С нагрузкой металлической двери они служат прям буквально, бывает, месяцы. Несмотря на то, что производители и поставщики дают какую-то более-менее адекватную гарантию, бывает даже три года. Служат, к сожалению, они месяцы бывают. И исходя из этого, что мы можем предложить? А, в общем-то, вот я лично знаю только два более-менее удовлетворяющих условия варианта. Первый – это многочисленные замки-барьер накладные. Барьер прекрасный. У них огромный срок службы, откровенно большой. Если мы берём барьер каре, у них нет твердого положения в вертушке и он удобен в эксплуатации. Минус этих замков – достаточно большой ключ. Стоимость замка около 4 тысяч. Ну, плюс человек платит за переделку, там 2-3-4 тысячи, в зависимости от региона. Ну и плюс дубликат ключа. Если 5 ключей не хватает, которых в комплекте, 500 рублей готов не каждый отдать. При этом, что дубликаты ключей к замкам барьер делают далеко не везде. То есть дорого, обслуживается плохо и так далее. Второй замок, который мы можем предложить на тамбур – это Роста Челябинская. Топорный, дубовый замочек. Работает тоже очень долго. Мёртвых в положении вертушки нет. Но ключ огромен. Но и работы этого замка, на самом деле, оставляет желать лучшего. То есть к нему надо примениться, если пользуются бабушки и дети. Ну, так себе. Можно, конечно, ставить. Он дешёвый, но не самый удобный замок. Ну и какой же главный недостаток тех замков для тамбура, то есть барьеров и роста, который можно озвучить. Незаменяемость механизма, секретности. Вот, например, для барьера цилиндровый механизм теоретически можно купить. Его днём с огнём не сыщешь. В нашем магазине Дверной Доктор, кстати, есть. Можно заказать с доставкой. Крайне редко где продаётся, но и стоимость у него на 500 рублей дешевле, чем всего замка целиком. Во-вторых, для его замены нужно снимать замок. Для потребителя это совсем неудобно. В случае же с ростой, тут замок меняется один в один. То есть без какой-либо личинки, так называемой. Без механизма. Потому что замок сувальдного типа. А какой бы замок на тамбуре нам, как сервисникам, как продавцам замков, хотелось бы видеть. Вот, например, Константин из Новосибирска сделал замок. Такой вручную моё почтение. Я бы этим заниматься не стал. Видео в процессе монтажа мы прикрепим, а на полное видео ссылку дадим в описании. А я сейчас тезисно попробую рассказать, что сделал Константин и какие у этого замка преимущества. То есть, как вы уже, наверное, поняли, это накладной замок. Накладные замки зачастую проще поставить на готовую тамбурную дверь. Под цилиндровый механизм ДИН стандартно. То есть, под стандартную личинку, которые продаются в любом магазине. Единственное, что наружная часть этой личинки должна быть длинная, а внутренняя короткая. Но благо, у нас отечественный производитель совершенно недавно разработал цилиндровые механизмы ДИН стандарта, которые могут иметь наружную часть до 61 мм, а внутреннюю под штук 20 мм, что прекрасно впишется в тот замок, который сделал Константин. Благодаря тому, что замок будет иметь цилиндр ДИН стандарта, у него не будет мёртвых положений вертушки изнутри. Как бабушка или пьяный дядя Коля не оставит вертушку изнутри, вы своим родным ключом откройте всегда. При этом, при поломке цилиндровых механизмов, при его, при потере ключей необходимости заменить так называемую личинку, или даже больше скажу, можно заказать сразу две или три личинки под один ключ. Пользователю не надо будет снимать замок с двери, он может привычно его поменять теми же способами, то есть той же отверткой, которую он использует для замены цилиндрового механизма на своей двери. Это будет для него привычно, легко и быстро. Наличие накладного замка под стандартный цилиндровый механизм ДИН стандарта позволяет покупателю конечному выбрать цилиндровый механизм той секретности, с теми ключами и с теми защитами, которые ему нужны. Хочет он самый дешёвый, допустим, но более-менее рабочий вариант, он купит цилиндр за тысячу, там полторы тысячи. Хочет хорошие, высочайшие охранные свойства. Бывает, что в этих тамбрах две квартиры куплены на одну семью, или бывает, что мама с детьми там живут. Можно поставить вплоть до дорогущих цилиндровых механизмов, которые обеспечивают высочайшие охранные свойства. Хочет цилиндр с английским ключом и с дубликатом ключа по 100 рублей, пожалуйста, можно будет воткнуть такой. У конечного потребителя в этом случае появляется возможность выбора, и это, безусловно, огромный плюс. Опять же, при желании укрепить этот замок на тамбурной двери, сделать его более защищённым. Ничто не мешает сюда поставить броненакладку. Причём броненакладку можно поставить как накладную, как в видео у Константина, которое мы прикрепим, так, в общем-то, и врезную через какие-нибудь проставки. Не вижу в этом никаких проблем. Поэтому, уважаемые производители отечественных замков, уважаемые поставщики, кто располагает производством в других странах, если у вас есть желание расширить ассортимент замков на прилавках России, если у вас есть желание заказать или поставить актуальную модель, которая будет пользоваться спросом, кстати, огромного спроса я не обещаю, это лишь наше предположение, Константин вот говорит, что спрос есть, и который был бы удобен конечному потребителю, пожалуйста, воспользуйтесь идеей. Если вы решите изготавливать или поставлять такой замок, я внесу посильный вклад в его распространение. Если у кого есть что добавить по теме, оставляйте в комментариях ниже. Всем пока!